Я бы хотел задать сейчас вопрос Как вы думаете, каково должно быть положение лидера в коллективе? Помните, как Чапаев говорил, где должен быть лидер? Вот, когда там размышляет он, значит, сзади, потом впереди на коне, картошку поставил туда Где должен быть лидер? В коллективе Впереди, вместе или сзади погонять всех туда, куда надо? Служить Очень хорошо Почему? Христос тоже служил, он был лидером, в то же время он служил своим ученикам Он был вместе с ними? Он был вместе с ними И шел вместе с ними? И вот процесс обучения проходил вместе с ними? Ты когда даже предвосхитил ту тему, которую я хотел потом поговорить Об обучающей организации, мы об этом коснемся И в то же время, а многим людям хочется, чтобы лидер был впереди Чтобы было за кем идти Иисус Христос показывает пастыря как лидера Если хорошие, хорошие воспитанные овцы, тогда он идет впереди, а овцы идут за ним Его овцы, которые знают его голос, они слушаются пастыря И в связи с этим очень интересная такая фраза есть Лидер, который идет на шаг впереди Если он идет на шаг впереди, он лидер Если идет на три шага впереди, он изгой Почему? Не догоняют Он уже там где-то, он уже просмотрел А они еще не догнали, и они его осуждают Надо быть ближе Мы понимаем, что надо идти на три шага впереди Но мы понимаем, что основные все наши еще здесь Поэтому нам нужно держаться ближе с людьми И если, допустим, у меня были такие случаи, когда на братском церковном совете Какие-то решения я предлагал И мы решали все вместе, что очень важно для меня Я не упразднил, а наоборот утвердил братский или церковный совет И в тот момент, когда мое решение не принималось, оно казалось слишком уж А принималось какое-то более близкое решение Некоторые члены нашего совета думали, как же так Они привыкли к лидеру, что его мнение всегда преодолевается А тут вот его мнение не принято было А какое-то среднее мнение было принято Для них это казалось катастрофой лидера Для меня это не было катастрофой Я был рад, что вот мы выяснили наши позиции И мы сейчас принимаем то решение, которое близко к коллективу на данном этапе Пройдет время И мы сможем сделать еще шаг дальше И еще шаг дальше Лидер, который боится потерять авторитет в этом смысле Это слабый лидер Для меня это было силой Согласиться с тем, что было сейчас И не сразу люди это понимали Если есть команда лидеров Один, может быть, на два, на три, на пять шагов впереди Как бы видение у него есть будущего А остальные просто команды, которые знают свою цель, свою философию И идут просто в одном направлении Да, они, может быть, еще не догоняют Но они зажжены одной целью А что если в вашей команде есть такие люди Которые поталантливее вас В каких-то сферах Служение разовьется еще лучше Но представьте, что люди за ними пойдут И вы потеряете свой авторитет Необязательно Необязательно Наоборот, в виде, что вы не боитесь потерять свой авторитет И даете людям тем проявляться Наоборот, это только плюс Один из вопросов В моем опроснике, когда я работал Когда я собирал знания для диссертации, информацию Вот я задавал такой вопрос И люди по-разному отвечали Я задавал, что лучше, команда единомышленников И при тем руководили там самая яркая звезда Или команда вот таких вот людей Где есть звезды И руководитель не самая яркая звезда Были самые разные ответы Очень интересные И что интересно Чем дальше на восток Тем больше стремление Вот что ты звезда А вот все остальные под тобой К сожалению Я не раз наблюдал такую динамику В евангельских церквах Где руководитель, лидер Подбирает людей по себе и ниже Там ощущение такое И он, может быть, даже сам до конца Не осознает, что он делает Он борется за стабильность И за управляемость коллектива Но при этом Ощущение такое Что вот идет вот такая игра Которая широко применяется в мире Царь горы Детки выиграют в эту игру Слишком большая какая-то гора у меня получилась И здесь Ледяная горка И вот кто заберется наверх И кто удержит царство Другие карабкаются Стараются его стащить А он отбивается от них И вот кто дольше продержится царем горы В эту игру, к сожалению, многие люди играют И в светских, и даже в христианских организациях и церквах Что при этом получается? Тот, который здесь Он держит свою власть и лидерство И вот те, которые вот здесь Они не развиваются Им не дается возможность развиваться А? Он должен подавить их Да, он их подавляет Да, его авторитет Как у нас действовал Сталин Есть человек, есть проблема Нет человека, нет проблемы Он подавлял И как только возникали какие-то яркие личности Эти личности потом исчезали Исчез Киров Исчез Орженикидзе Как в том анекдоте Орженикидзе убили Кричит мальчик Продающий газеты Главная новость Кого убили? Орженикидзе убили? Кого убили? Какая разница, кого кого? Кого надо, того и убили Так ли нам нужно быть? И другой пример Очень интересный Я был еще маленький Мои родители работали Под Карагандой В поселке Часть людей там жили Бывшие заключенные Часть бывшие Надсмотрщики И была замечательная больница Которая своей славой Гремела на всю округу Там было два замечательных врача Хирург и еще какой-то врач Эти врачи отсидели свое Их еще не пускали В цивилизованной части общества А главврач хотел, чтобы они были в его больнице Главврач не был знаменитым врачом Но он хотел, чтобы в его больнице Были эти два светила Представьте, что он делал Эти светила были неуживчивые Конфликтные И вот утром надо было Он обещал, что он их поселит Хорошо поселил Надо привозить было их на работу У него была только одна машина В одной машине они как-то не уживались Он посылал эту машину Сначала за одним Потом три километра за другим Как вы оцените такого Главврача больницы? Мудрый лидер Он не старался себя поднять Что я вот такой хороший врач Он был обычный Но он хотел, чтобы его организация была известна И вот так поступал Я думаю, стоит и нам, как лидерам Ценить людей, личностей И роль руководителя Я бы сказал, не столько в том, чтобы быть самой яркой звездой А в том, чтобы быть тем раствором Который соединяет эти глыбы, эти камни Со своими неровностями и так далее Который их сможет поставить в одну стену И это здание, которое было построено Может сделать какое-то хорошее и доброе дело Очень важно, чтобы вот так вот мы действовали Поддержите ТВС молитвой и финансами Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой Так думают многие И хорошие проекты перестают существовать Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Дело в чем еще Мы как раз коснулись, я начал говорить об обучающихся организациях Раньше организации, ну 19 век, теория лидерства и руководства менялась И начал развиваться в 19 веке И главная задача построения любой организации Религиозной или светской Была в том, чтобы построить эту структуру Завод или учебное заведение Или церковь, или группу И хорошо очень выстроить все моменты Все уровни власти Их было много тогда, если большой завод был Большая организация, большая корпорация И все наладить, построить заводы, цеха Или организовать группы, обучение, классы, пожалуйста И чтобы все хорошо работало Почти как по Конфуцию И эта задача была Потом кто-то приходил и строил это дело Должен быть лидер с таким пионерским Таким первопроходческим характером А потом приходил лидер, который это дело все налаживал Отлаживал работу станков Или учебных заведений, программ Или церкви И их программы служения И развивал их А потом требовался организации лидер Который это все просто поддерживал в рабочем состоянии Такая динамика есть в развитии организации Есть миссионер, который приходит И что-то организовывает Он открытый к новому Он применяет новые методы Ему это интересно Но он не очень хорош в том, чтобы доводить до деталей Он основал Он построил И даже дальше должен прийти тот Который это все дело настроит Дорожки проложит Травку посеет И все это будет работать хорошо Разовьет И дальше Когда он уже все развил Ему дальше неинтересно становится Он может пойти дальше Должен прийти тот Который это все будет хорошо поддерживать в рабочем состоянии Это случаи стабильной системы И в 19 веке до середины 20 века строили такие стабильные системы Потом жизнь ускорилась И эти стабильные системы стали тормозом Они были слишком закостеневшие Ситуация меняется И сейчас уже время пришло строить уже не такие стабильные системы Их переделывают Начиная в Америке, потом в Западной Европе, теперь уже у нас Если вы делали, допустим, машины У вас все станки настроены на эту модель Придет время, уже другие заводы продают более современные модели А вам перестраивать, переналаживать станки очень сложно Поэтому очень важно для новой ситуации Быстро меняющей ситуации Которая все быстрее и быстрее крутится Подготавливать новые станки И сейчас, пару лет назад я встречался с одним человеком Он работает на выставке И они продавали там станки, которые делают машины Автоматы, эти роботы И говорят, те роботы, которые легко перенастраиваются на новые модели Стоят на 30-40% дороже Но их покупают Потому что каждый раз обновляются модели И если ты не будешь обновлять свои модели Ты выйдешь из бизнеса Ты не сможешь продавать и конкурировать Бизнес оказывается наиболее развитым А мы с вами отстаем Те старые модели, которые применялись И были очень эффективны В старое время мы думали, что они сейчас будут работать Форд когда-то говорил Меня устраивает любой цвет автомобиля Пока он остается черным Ну, сейчас уже не только черные люди хотят цвета И если нас устраивает любая форма преподавания Любая форма донесения благой вести Пока он остается той, которая очень эффективно работала 70 лет Мы отстаем и сильно тормозим Поэтому сейчас строятся вот такие Нетворк называется Сетевые маркетинги Или сетевые евангелизации Маленькими группами Где не 18 уровней руководства А 2-3 И где люди Принимают решения И где люди чувствуют себя собственниками Сеть Макдональдс Сеть продающих сотовые телефоны Сеть продающих компьютеры Это сети И там в каждой сети свой хозяин есть Это его И у него есть общие установки Которые от центрального офиса Что вот такая форма должна быть Вот такие бутерброды должны быть И так далее Но он же хозяин Он чувствует, что это его И он это делает Как мы будем? Централизованную организацию обучения Или сеть маленьких организаций неуловимых Думайте сами Я думаю, что сетевой маркетинг будет лучше Более гибкая система И она приспосабливается И вот смотрите Крупная организация Трампенар пишет в своей книге «Riding the waves of culture» Катаясь на волнах культуры Крупная организация, которая выпускает компьютеры И комплектующие к ним Имеет свой офис в Финляндии И имеет свой офис в Италии В Финляндии Финны Народ такой организованный У них все четко Вовремя приходит Вовремя уходит Все хорошо организовано Продают с финном компьютеры Все идет хорошо В Италии Компашку возглавляет Какой-то там отец И взрослых своих набрал На работу приходят позже Много говорят Пьют кофе Громко кричат И тоже хорошо продают компьютеры Если бы этих вот итальянцев В Финляндию Наверное, они бы там не смогли продавать Не удержали И если финнов в Италию Продавать компьютеры Тоже бы они были там неэффективны Должны быть подходящие люди Для культуры Если там важна организация Структура Здесь важны связи Добрые отношения Приходи, заходи Мы тебе все нормально сделаем С вашим компьютером И нам тоже нужно сейчас Учиться у бизнеса И нам есть чему поучиться Поэтому важны будут Обучающиеся организации Вот интересно Николай говорил Лидер должен быть вместе Со всеми Вместе с народом И если ты Не хочешь ничего менять Можно быть наверху Недостигаемым А если тебе приходится Изменяться постоянно В евангелизации Подходы-то быстро меняются Отношения народа быстро меняются Надо учиться Вместе со своими людьми При этом Очень сильно меняется Отношение к лидеру И он себе Сам к себе Сильно должен измениться Он должен допустить Что он не все знает Это самое главное И что ему тоже Надо учиться со всеми вместе Если лидер пытается Играть в себя роль Все знайки То он Недолго продержится Недолго будет эффективным В такой ситуации Учиться вместе со всеми Давайте учиться И если Эта организация Или это класс Эта школа Постоянно будут изменяться Вместе с проблемами общества То они будут эффективны Один наш преподаватель С горечью вспоминал Он учился В известной школе Христианской В это время По улицам Шли демонстрации Мартина Лютера Кинга В борьбе За права Черного населения А у них Ни слова в классе Не было сказано Об этом Вот так вот Закрывались И изучали Библию О чем мы должны Говорить О чем говорил Христос А Мартин Лютер Кинг Замечательно проповедовал И он открывал Расширял эти горизонты И слава Богу Что он Продвинул Развитие Того угнетаемого Части Той угнетаемой части Населения Как мы Видели ли мы Проблемы вокруг нас Касаемся ли Этих проблем Отвечаемся ли мы На эти проблемы На того же Царя Агриппу Или Кесаря Или мы просто Учим Библию На старых примерах Очень важно нам Как лидерам Идти и учить людей Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова